Сегодняшняя тема Как сообщают пользователи в социальных сетях, встретившая врачей женщина и сам пациент были нетрезвыми. После просьбы фельдшера дать доктору табуретку, чтобы он мог осмотреть мужчину, желовавшегося на боли в животе, женщина заявила фельдшеру, что врачи не оказывают никакой медицинской помощи. Между ними началась перепалка. После этого в комнате появились еще 10 человек, которые тоже вступили за женщину и начали угрожать врачам. Сам пациент не выдержал и попросил врачей уйти, так как в их помощи он больше не нуждается. В тот момент, как доктор призвал фельдшера последовать рекомендациям хозяина квартиры и покинуть помещение, он получил удар по голове. Фельдшера нежданные гости ударили по лицу. В какой-то момент врачу удалось сбежать, спуститься вниз и вызвать полицию. После того, как из злополучной квартиры сбежал и фельдшер, медики отправились на освидетельствование. У обоих коллеги диагностировали сотрясение мозга, у фельдшера вдобавок закрытая черепно-мозговая травма и перелом нижней челюсти. После этого женщина, оставшаяся в квартире, снова позвонила, 0-3, и попросила прислать еще одну бригаду, скорой помощи, так как помощь мужчине врачи так и не оказали. Другая бригада, приехавшая на вызов уже вместе с полицией, госпитализировала мужчину в больницу с подозрением на аппендицит. Как сообщается в группе, посвященной работе, скорой помощи, сопровождающие мужчину продолжили скандалить и угрожать врачам, только уже приемного отделения больницы. Как не надо вызывать «скорую помощь» читайте здесь, как сообщает издание «Фонтанка», со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 112 УК России, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, подозреваемый, избивший врачей, задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК России. Напомним, по сведениям городской станции скорой медицинской помощи, только в 2012 году 50 медиков пострадали от рук хулиганов, 40 из них понадобилась профессиональная помощь коллег из травмпунктов и больниц Петербурга. В 2011 году зафиксировано 37 случаев нападений на бригады, 0-3 травмы получили 24 сотрудника. Петербургский комитет по здравоохранению, желая защитить врачей, предлагал приравнять наказание за нападение на врачей к нападению на сотрудников полиции. Также комитет предлагал создать черный список адресов и пациентов, на вызов к которым врачи, скорой, ездили бы только в сопровождении полицейских. Однако пока такие идеи поддержки не получили. Будь здоров и подписывайся на наш канал.